Привет, друзья! Мексиканская теленовелла «Просто Мария» вышла на голубые экраны в 89-м году и стала безумно популярной на территории нашей страны. Интересно узнать, чем на сегодняшний день занимаются герои этого сериала по прошествии 30 лет. Виктория Руфо. На текущий момент актриса продолжает строить свою карьеру в кино и театре, не беря во внимание то, что в 2005 году она сделала довольно длительный перерыв. Тогда Виктория приняла решение уйти с головой в семью и воспитание детей. Руфо вновь появилась на экранах с ролью Марии Фернандес де Сан Руман в картине «Мачеха», которая тоже получила неплохую славу в Мексике и за ее пределами. На данный момент эта героиня нашего списка считается одной из самых высокооплачиваемых актрис в стране. Тонио Маури. Роль Хосе Игнасио по-настоящему прославила Тонио Маури. По популярности среди российских зрителей он занимал вторую позицию, уступая предыдущей участнице перечня. В честь Маури и его персонажа даже начали называть детей. Маури начал свой путь в мексиканском шоу-бизнесе в 80-е годы в составе музыкальной группы «Фрикас Ком Крема», за плечами которой четыре альбома. Однако вовсе не это прославило Тонио. Его стали узнавать на улицах после ролей в сериалах «Моя вторая мама» и «Просто Мария». На текущий момент последней его работой считается теленовелла «Нелюбимая», вышедшая на экраны в 2014 году. О личной жизни он особо не распространяется, поэтому известно только то, что он женат и воспитывает дочку. Анхелика Ривера. Роль Изабель де Пенль Альберт де Лопес, вышеуказанном детище мексиканского кинопроизводства, стала второй в карьере Ривера. После премьерного показа актриса проснулась знаменитой и продолжала покорять кино Олимп. В 2004 году у Анхелики состоялась свадьба с продюсером Хосе Альберто Кастро, брат популярной мексиканской актрисы Вероники Кастро. Супруги родили троих детей, но спустя некоторое время расстались. В 2010 году эта участница нашего списка вновь испытала женское счастье, выйдя замуж за Энрике Пеньо Ньетто, губернатора штата Мехико, который занял пост президента Мексики в 2012 году и ушедший с него в 2018. Габриэла Голдсмит. Интересный факт, но в юные годы Голдсмит успела поработать зубным врачом. Однако через пару лет она победила в конкурсе «Ла Модело Дель Ано», модель года в Мексике, и приняла решение плотно заняться искусством. Через год она уже демонстрировала свои таланты на театральной сцене, а позже дебютировала в кино и на телевидении. Естественно, самой запоминающейся и главной ее ролью стала красавица Лорен де Вильяр в сериале «Просто Мария». За съемки в указанной кинокартине она получила престижную премию «Тестимонио де Калидат». Габриэла вышла замуж в 16 лет, но ранний брак распался спустя несколько месяцев после появления на свет дочери Абриль. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Хотите еще больше интересной информации? Тогда подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте делиться этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео. Субтитры создавал DimaTorzok